Выход из зоны комфорта как лекарство от всех бед. Что скажешь? Ну, это лекарство, но однозначно не от всех бед. Ну и, конечно же, здесь можно добавить шутку наших людей, что выход из зоны комфорта, выход из зоны комфорта, пустите хотя бы посмотреть, где эта зона комфорта, чтобы из него выйти, нужно в него хотя бы войти. Окей, окей. Но я бы рассматривал это с другой точки зрения, особенности перевода, что выход из зоны комфорта, по сути, имеется в виду выход из парадигмы моих привычек. Потому что, как бы нам ни казалось, привычная среда, она нас успокаивает. Если я привык жить в токсичной среде, где люди друг на друга орут, неплохо, я должен находиться в стрессе, то выйти в стабильные здоровые отношения, где люди тихо друг с другом разговаривают, решают вопросы через разговоры, у меня есть стабильная экономическая ситуация, будет вызвать у меня дикий стресс. Я сознательно, ну точнее, подсознательно приведу себя в ситуацию, где мне нужно будет орать, и нужно будет опять с горячим хвостом решать ситуацию. Поэтому выход из зоны комфорта, это из серии задумываться о своих парадигмах, как ты живешь, и изменить в более лучшую для себя сторону, и сделать это своей новой нормой. Если человек запарился, он находится в стадии какого-то вечного кризиса, который выходит из одного кризиса в другой кризис, и он такой вот уже профессиональный кризис-менеджер своей жизни, то совет выйти из зоны комфорта, чтобы решить. Кстати, об этом рассматриваю вообще немного другую ситуацию. Откуда вообще совет этот пошел? Это же, по сути дела, одна из таких американских фишек, как изменить свою жизнь. Это как синоним слова «не ленись», наверное. Не ленись, да. Но у них есть классное выражение, вот у нас есть под лежачий камень вода не течет, у них там между диваном и попой доллар не пролетит. То есть, как бы начни что-то делать. Жизнь, когда у тебя все стабильно, у тебя все происходит, если ты хочешь чего-то больше, давай тебе придется что-то с этим сделать. Люди, которые находятся в виде выживания, они и так этим занимаются. Им не нужно еще себя мотивировать тем, что нужно выживать еще больше. Поэтому человек, который находится в стадии, у него хроническое заболевание, он придумает, где найти денег, как их заработать, заботится о своих больных родственниках, родителях, платит ипотеку, еще что-нибудь. Он такой, слушай, а не выйти ли тебе из зоны комфорта? Как-то ты мало делаешь. Тебе нужно быть еще более эффективным, более успешным. Успешный успех. Я думаю, что это приведет только к большему неврозу, выгоранию и максимальному жизненному истощению. А как понять, что ты уже достаточно вышел из своей зоны комфорта? Что ты сдал вот этот норматив? Тебе некомфортно. Если тебе некомфортно, то ты априори не в зоне комфорта. Находишься там долго, повод задуматься, что ты там долго делаешь. И второй момент это, что я реально могу сделать. Это очень классный аргумент, что все в твоих руках. Но на самом деле, по правде говоря, есть жизненная ситуация, где ты становишься участником событий, которые ты изменить не можешь. И ты должен как-то адаптироваться к тому, что происходит. Тут не все в твоих руках. Все в руках людей рядом с тобой, которые находятся. И ты на это, естественно, можешь влиять, но ты не держатель 51% акций. В жизни бывают разные ситуации. Поэтому нужно смотреть за своим самочувствием, конечно же. Где-то это будет прям советом оживить себя, выйти из зоны такой трясины, болота жизни, где все обрыдало там и так далее. Там это будет работа. А если ты находишься в движении, то как раз туда хочется попасть. Вот в эту трясину и в ней какое-то время побыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова